Всем привет, друзья! С вами снова Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat X Mobile проходить, опять же, испытания. Сегодня мы пройдем испытания на Фараона Ермака. Начнем, как обычно, с стандартной сложности, потом будет сложная сложность и дальше будет уже обзорчик. Первым делом я бы хотел составить себе команду из бронзовых персонажей и пройти первую башню. Бронза. Также добавляем себе вот этих пацанов. И они еще пойдут. Также я заранее сделаю по атаке сортировку. Мне так удобнее просто ориентироваться. И погнали проходить. Первые два матча за Они, потом поменяю на Серерию, как обычно. Если у вашего отряда закончилась энергия, используйте... О, боже мой! Эти подсказки, когда, интересно, их уже уберут? Может быть, никогда. Минус первый, минус второй. Ну, легкая сложность, она всегда легкая. Ну, не легкая, ладно, нормальная. Легкая не существует. Кстати, у меня 666 тысяч монет было. Если, может быть, уже еще даже они... Да, еще не 667 тысяч, а 666 все еще. Забавная тема. Первую башню и вторую, третью и четвертую. Я думаю, мы пролетим буквально за секунду. А вот с пятой придется немножечко повозиться. Я еще не знаю способности босса, потому что я, опять же, первый раз прохожусь в пытании на Фарона и Ермака, насколько я помню. Или я проходил уже, надо подумать. Вроде бы нет, вроде бы не проходил. Он не чисто навыпадал в этом, как он называется-то, в Войнах фракций. После того, как шло завершение сезона, он не очень часто выпадал в качестве персонажа. И в итоге я ему так прогрейдил, то ли седьмое, то ли шестое слияние, что-то вроде того. Точно так же было, собственно, и с Рептилией. Я на Рептилию, по-моему, тоже не проходил в пытании. Или проходил, подождите-ка. Не помню. Ой, зачем я уже третий бой или четвертый даже начал? Хотел уже поменять персонажей. Рептилию также прогрейдил до десятого, и также я прогрейдил, собственно, из Сайрокса до десятого уровня. Еще у меня есть Ткану десятого уровня, но это уже чисто на монетки купил. Ну, головорез самый... один из самых слабых, я бы сказал, золотых персонажей. Получаем с вами две тысячи монеток, идем дальше. Собственно, я бы хотел поменять себе отряд Серрерию. Давай-ка ты заменю они. И добавим еще кого-нибудь, чтобы не менять потом персонажей. И пусть это будет Сержант с Солдатом. Погнали. Ну, тут пока особо нечего, как это сказать-то, бояться противников. Поэтому можно спокойно просто проходим, 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 все дела. Меньше слов, больше дела, как говорится. Сержант, Линьку и Оштег. Ясно, ясно, понятно. Мне абсолютно не важно, против кого я сейчас буду драться, потому что, ну, они все с двух, с трех ударов отлетают, поэтому как бы такое себе. Но на уровне Сложности сложно, я думаю, уже будет гораздо посерьезнее. Нифига себе, Сержант три удара выдержал. Вот это жестко. Вот четвертый уже не выдержал. Линьку тоже четыре удара выдерживает, на самом деле. Да-да-да, я такой. Монах, Они и Серерию. Ну же, ну. Ну же, ну. Так, с Монахом разобрались. Добиваем Серерию. Добиваем Они. Изи. Просто Изи. Следующий, следующий. Это новички какие-то все. Солдата, Штек и Сержант. Также там какое-то испытание, но я не успел посмотреть его. Ну, хотя испытания на четвертом уровне вы вообще с вами даже не заметили. Ну, по крайней мере, я точно не заметил. Изи. Здесь был постепенный урон. Неприятное испытание, но не на этом уровне Сложности. Здесь оно практически никакой роли не играет. Три тысячи монет получаем, все дела. Идем дальше. Девятый бой. Они, может, кстати, и выдержат одно комбо, если затанкуется. А так-то без разницы. Ящер. Ленькуй. Ну, и остается добить они. Смотрите, даже без того, чтобы без блока смог выдержать все комбо. Они, конечно, становятся немножечко сильнее, то есть от битвы к битве. Чем дальше, тем они чуть-чуть посильнее. Но все равно это достаточно слабое очень улучшение идет. И поэтому наши персонажи справляются, собственно, на ура. Вообще без проблем. Так. Давай отжимай блок. Спасибо. Интересно, Фарон Ермак вообще давно вышел уже, как в виде испытания? Интересно просто узнать. При прохождении его на Сложности Сложный. Оно будет действительно сложным, как, допустим, было испытание с Триборгами. Потому что я думал, что и в испытаниях с Триборгами на уровне Сложности Сложный будет, ну, так же легко, как и на уровне Сложности Средний. Но мне это казалось, что действительно было посложнее немножко. Такс. Минус. Ну, и остается добить Ящера. И осталось, собственно, пройти последнюю миссию в этой башне. Последний бой. И перейдем уже сразу ко второй, где будут у нас уже и бронзовые, и серебряные персонажи доступны, и у противников, и у нас. Опять же, я не посмотрел испытания, но какая разница? Я не думаю, что там что-то важное будет. Да, это Враги Кровопийцы, одно из самых легких ограничений в испытаниях. Минус. Сони также разобрались. Ничего сложного. Да, 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 продолжить, продолжить. Получаем 10 тысяч наши. И идем на вторую башню. Во второй башне у нас и серебряные, и бронзовые персонажи доступны. Давайте я серебро еще выберу. И также экипирую парочку персонажей. Так, по атаке мне сортировку, пожалуйста, вот в эту сторону. Первым будет у нас Ермак, и с ним еще кто-нибудь. Может быть, сержанта и солдата оставить. Давайте и с ними разберемся. По сути, без разницы, кто тут будет у них в поддержке. Я собираюсь играть чисто за Ермакаду в обои, а потом уже сменю перса на Скорпа. Дальше уже будет у нас Скорпион справляться. Минус солдат. Минус Соня. Ну и Они добиваем. Очень сильно отхватывают, конечно, они. Заметно сильнее наши персонажи, просто в разы. То есть, смотрите, у них там 720 атаки и 840 хп. Но что это за показатели вообще, когда у меня у персонажа 20 тысяч атаки. И здоровья еще больше, чем атаки. Они просто с двух, с трех ударов отлетают. Смотрите, выжил. Не-не-не-не-не-не-не. Даже первый спецприем использовал. Вот наглые, а? И у меня сразу, знаете, костяной щит сработал. Типа, о нет, ты должен затанчиться от этого великого урона. Угу. Давайте я изменю себе взвод. Теперь мы возьмем, как я и говорил, Скорпиона и пару ему пацанов в команду. Пусть это будет Ящер, пусть это будет Фермер Джакс Брикс. Третий бой. Без условий пока что. А вот четвертый уже должен быть с условиями на самом деле. Абсолютно бесполезными, которые не влияют никак вообще практически. Ну, по крайней мере, на этом режиме сложности. Я повторяюсь уже. Минус этот. И минус Сони. Следующий бой против сержанта, солдата и, опять же, какое-то ограничение есть. Также еще вышла у нас охота за реликвиями, ее мы тоже с вами обязательно пройдем. Враг восстанавливается. Да, это фигня на самом деле. Солдат, Кано, Изи. Следующий бой. Против кого у нас будет интересно следующий бой? Против монаха, против... Блин, монах опять первым стоит, неудобная тема на самом деле. Не люблю, когда монах первым стоит, потому что он после смерти дает всем своим союзникам одну единицу силы, и в итоге они используют первый спецприем и замедляют, так сказать, свое собственное истребление. Это неудобно. Дает им, не знаю, чуть-чуть подольше пожить, но в этот раз они не успели использовать спецприемы, поэтому ну да ладно. Аштег, серая, рю, скорпион. Минус первый, минус второй, и добиваем скорпиона. Изи. Сержант, ленькуй, Кэсси. Ожидайте загрузки, ожидайте загрузки. Я не хочу там долго ждать. Минус два. Ну, осталось только Кэсси добить. Мне нравится скорпион тем, что он быстро атакует. Его редко когда успевают в ответку ударить. Но бывает, когда успевают. Есть, по-моему, определенные персонажи, которые могут в ответку скорпиона ударить. Между его комбо-движениями, скажем так. А вот Кенша практически никто не может ударить. Он слишком уж нагло подступает, каждый раз откидывая врага даже при блоке. Минус солдат. О, ограничение по времени. Это не страшно. Вот, смотрите, Каталькан успевает. Интересно. Почти 700 тысяч. Интересно, сколько в итоге мы набьем за прохождение обоих испытаний? Я думаю, нормально так. Сержант, Ящер и Кенша следующие наши противники. Я понял, это была восьмая, восьмая битва? Угу. Ну, блин, они все сливаются с одного удара. Интересно, добьет добивающим? Да, добьет. Смотрите-ка, неплохой урон добивающего удара у скорпа. Я думал, не добьет на самом деле. Десятый бой против Ленькуя, Серайрю и Ермака. Вот у Ермака, кстати, достаточно много должно быть здоровья, но сейчас увидим, сколько на самом деле. Выдержит одно комбо, как думаете? Ну, слабое точно выдержит, это прям, гадалки не ходи. Даже без блока. А вот сильное, черт его знает. Вот это вот выдержит. Особенно, если я половину его промажу, да-да-да. Следующий. Следующий бой против Ящера, против Кану и против Солдата. Минус Ящер. Минус Кану. И Солдата также добили Изи. Да-да-да, дальше-дальше. Ваш отряд получает урон в течение битвы. О, не люблю это испытание, я чувствую, настрадаю все на нем на уровне сложности высокой. Минус. Минус. Ну, и с тобой мы тоже разбираемся, и, собственно, вторая башня у нас также пройдена. Осталась третья, четвертая, пятая. Пятая должна быть интересной. Одной из самых интересных башен, по крайней мере для меня. 20 тысяч монет. Это 829 тысяч. Сейчас мы переходим с вами к третьей башне, где только серебряные персонажи у нас уже доступны. Нажимайся, наконец-то. Нажимаем создать, убираем бронзовый фильтр, он нам не пригодится. Зачем я включил фильтр на Мастеров Одиноборс, не знаю. И выбираем себе команду. Я думаю, начнем мы, как обычно, с Ермака. И также кого-нибудь еще парочку каких-нибудь лузеров возьмем. Допустим, это будет Китана, пусть это будет Рептилия. Рептилия, или у Джакс... Нет, Джакс лучше, Джакс лучше. Давайте тогда Китана... А, нет, у Джакса нет энергии, я забыл совсем об этом. Да господи, что такой косой-то? Вот так вот сделаем. Так сказать, команда внешнего мира у нас будет. Но чисто на пару боев. То есть пару боев сыграем за такую тему, а дальше уже пойдем за... Этого какого? За Кэсси с ее роднёй. И за... Этого... За Кенши с Мастером Единоборс, то есть Кудзинем. Самое лучшее. Нифига себе, как ты вышел это вообще. У тебя же здоровья-то нету. А вот Кудзинь не выдержал. Слишком здоровья мало было, видимо. Даже через блок. Следующий бой против Рептилии, Каной и Каталькана. Интересно, когда разработчики руководствовались выбором, почему они сделали некоторых персонажей золотыми, а некоторых серебряными. Ведь среди серебряных есть не все основные персонажи Mortal Kombat X. Так-то. То есть много кого нету, допустим, того же... Сейчас скажу. Такеды нету серебряного. Кого ещё? Ну, потому что Такеда тоже в основных действиях участвовал. Давайте возьмём... Кого же я хотел взять-то там? А, Кесси. С её роднёй, точно. Соню Блэйд и Джонни Кейджа. Против Кенши Джеки Брикс и Джакса Брикс. Кто ещё там принимал, собственно, непосредственное участие-то? Да много каких персонажей было на самом деле? Куан-Чи, допустим. Тоже нет в серебряной версии. Куан-Чи, понятно, типа, босс. С чего ему быть в серебряной версии? Ну, Такеды почему нету серебряного? Вот это, конечно, вопрос. Потому что он один из основных персонажей, как бы. Да и если подумать, я наверняка знаю, что можно найти ещё других персов. Ермак и остальные. Ну, загружайся. Вот долгая какая-то загрузка эта вот именно. Что очень долгая. Ух ты, блин, как Крит хорошо пролетел ему. Изи, вин. Идём дальше. Кто у нас следующий? А, ну да, шесть тысяч монет, все дела. Следующий противник, Скорпион, Джонни Кейдж и Девора серебряные. Интересно, будут в четвёртой башне золотые персонажи или это испытание вышло уже гораздо позже того, как появились в четвёртой башне золотые персы? Точнее, не позже, наоборот, раньше. Потому что раньше в четвёртой башне на нормальном уровне сложности не было золотых персонажей. Сейчас, сейчас вот, которые новые испытания все выходят, они все уже выходят с персонажами золотыми в четвёртой башне. Один, по-моему, или два. Идут золотых персонажи. По-моему, один. Один золотой идёт в четвёртой башне на среднем уровне сложности. Естественно, гораздо более сильные там персонажи, чем в прошлый раз в испытаниях было. Ну, не в прошлый раз вообще, а в предыдущих, я имею в виду, испытаниях было. Кано, Каталькан и Кесси Кейдж. Кстати, заметьте, Кано, Кэ, Каталькан, Кэ-Кэ и Кесси Кейдж тоже два Кэ. Итого пять букв К в одной команде. Забавная тема. Минус Джоник. Нифига себе. Почему ты промазал, объясни мне. Ну да ладно. Справились. Чё там, энергия закончилась у нашей Кесси, да, как я понимаю? Да, так и есть. Поэтому меняем себе на новую тему. Сейчас будет Кенши у нас в команде. Ну и возьмём ещё каких-нибудь пацанов. Допустим, это будет Кунзинь. Допустим, это будет Джакс, Брикс. И погнали. Ваш отряд получает урон в течение битвы. Неприятная тема на самом деле. Не хочу получать урон. Очень много испытаний. Это уже, по-моему, третье испытание, на вы получаете урон. Три, третье за три башни. Чувствую, здесь таких будет много. И мы пострадаем ещё на сложенном уровне. Хотя, возможно, сложный уровень будет лёгким. В зависимости от того, как поздно вышло это испытание. Если оно вышло достаточно рано, то, по сути, там не будет особо сильных противников в башнях. А вот если оно вышло попозже, там, ну, ближе уже к последним обновлениям, то там могут быть и серьёзные, как бы, противники у нас. На сложенном уровне, имею в виду. Ещё не хватало отлететь на испытаниях. Минус Каталькан. Так, Джеки. Минус. Ну и Джакса также добьём. Вот и всё. Следующий, следующий. Кану, Китана, Скорпион. Минус первый. Китану также добьём. Ну и остаётся добить Скорпиона. Это какой же был бой вообще? Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый? Ну, точно не восьмой. Значит, либо девятый, либо десятый, либо одиннадцатый. Точно не двенадцатый, потому что никакого ограничения в испытаниях я не видел. Да, десятый это был. Минус Рептилия. Джоник живучий уже. Не хочет так быстро умирать. Кенши ещё более живучий. Но всё равно они легко сливаются. Так, теперь у нас одиннадцатый бой. Точнее, двенадцатый уже. Какой одиннадцатый? Враги восстанствуют в вашу жизнь, чтобы восстановить собственную. Этих испытаний тоже достаточно часто встречаются, но они не такие серьёзные, серьёзные. Они более простые, на самом деле. Я думаю, это даже, наверное, самые простые ограничения в испытаниях. Саб-зиро. Ермачевский. Здорово. Минус. Ауч. Первый раз меня уронили. Заметьте. Минус с Кенши именно в том, что он не может ударить первым, если враг меняется. То есть, если происходит смена персонажей, Кенши не успевает ударить первым зачастую. Но иногда успевает. В вашем отряде должны быть только золотые мастера единоборств. Четвёртая башня. И смотрим. Нет, только серебро. Значит, не будет золотых персонажей. Золотые мастера единоборств. Сейчас сделаем. Во-первых, ставим золотой фильтр. И мастеров единоборств. Использовать будем Таню, Люкана и Барайчо. Первым делом Барайчо. И также каких-нибудь двух лохов надо ещё взять. Также нам понадобится... Кто-то нам понадобится. Сейчас, секундочку, я проверю. Кто-то в испытаниях нам понадобится в четвёртой башне. Повелитель Душ Ермак нам нужен. А у меня вообще такой есть, знаете ли? А то я что-то сомневаться начинаю, что у меня есть такой. Я чуть не помню, чтобы у меня был Повелитель Душ именно. Хотя вроде был. Вроде они просто его переименовали. Раньше он назывался Дух Ермак, если я не ошибаюсь. Ну да ладно. Посмотрим потом уже в пятой башне. А пока давайте проходить. Если чё, я смогу купить его себе в магазине. У меня дофига Душ, в принципе. Сколько там у меня их? Тысяча двести. Что-то вроде того. А после прохождения испытания, скорее всего, станет полторы тысячи. И мы откроем с вами ещё и паки за Души. За пятьсот Души откроем три Пака. Будет круто. А может быть я ещё даже на охоте за реликвиями ещё на один Пак заработаю. И откроем в итоге с вами... Не знаю, там четыре Пака. Будет круто. Я хочу, по крайней мере, я надеюсь, что будет круто. Я хочу больше алмазных персов. Да-да-да, Барачи, мы идти все видели твою стойку. А может не все, конечно, но... Кано, Китана, Каталькан. Можно, кстати, сейчас посмотреть на стойку. После окончания боя. Если я обычно не забуду и не пропущу случайно. А то я могу. У меня память быстро пропадает насчёт таких вещей. Слишком всё дошло до автоматизации в этих испытаниях. Кано. Давай двойной урон. Нет, он блок поставил, поэтому двойной урон не засчитывается. Опять блоки. Ну и добиваем Китану. Изи. Следующий бой. Следующий. Против Кэсси Кейдж, Сони Блейд и Джакса Брикса Фермера. Но я уже сыграл два боя, поэтому мне надо заменить ему. Сейчас я... И да, я опять забыл, как я и говорил, что я забываю постоянно. Да-да-да, так оно и есть. Нет, не тебя. Вот, Люкан. И также возьму себе в команду каких-нибудь пацанов. Блин, зачем я поменял её? Надо было сразу так сделать. Кенши. Холодная война с Абзиро. И погнали. Лучшие из лучших. И лучшие из худших. Минус Кэсси. Джакс тоже очень быстро сливается. Смотрите-ка, нам хватило усиленных первых атак на этот, как его сказать, на целых два противника. Значит, мы прошли буквально, я не знаю, там за секунды пять или сколько их там... Сколько действует способность Люкана основная? По-моему, в течение пяти секунд, если не ошибаюсь. Ну, давай, грузи, грузи уже. Враг восстанавливается. Не страшно. Всё равно мы с двух, с трёх ударов добиваем противника. Уин. Юси конфузд. Пять душ. Следующий противник Джеки Брикс, Девора и Ермак. Ждём загрузки. Ну-у-у. Ну-у-у. Не понимаю, почему иногда одни бои загружаются быстро, а другие долго. В чём логика? Нифига себе, сколько он одним ударом Ермаку снёс. Чуть ли не пол лица. Даже больше, наверное. Дальше. Против Джонни Кейджа, Скорпиона и Джакса Брикса. Следующий бой. Минус Джонни Кейджа, Скорпиона и Джакса Брикса добиваем обычным комбо. Нет, смотрите-ка, он выживает. Нифига себе, сколько здоровья на самом деле. Сильное комбо выдержал. Ещё никто не выдерживал сильное комбо. Ермак с Абзирой Китана. Пятой башней будет гораздо веселее. Там будут золотые персы. Либо два из трёх, либо трое все. По-моему, все трое обычно идут в последней башне. То есть, там нету серебра вообще. Поэтому должно быть самой интересной башней. Особенно на уровне сложности средней. Тикс. Есть. Блок Брейкер сработал благодаря повязке вот этой вот на лбу Люкана. Она же экипирована ведь, да? Должна быть. Вряд ли она на ком-то другом экипирована. Можно, конечно, посмотреть. Сейчас увидим. Да, на нём экипирована его повязочка. Давайте сменим команду. Мне хотелось бы взять теперь Скорпиона, Кунзиня. Скорпион с 15, кстати, офигенный персонаж. И возьмём Таню. Таня у нас должна справиться со всеми остальными. Недавно, кстати, её прокачал до четвёртого урона слияния. Буквально вот-вот. Несколько минут назад. До того, как прошёл испытание. Осталось до четвёртого уровня прокачать уже этих двух, как их зовут-то, блин, Саб-Зиро и Скорпиона. И будут у меня все четвёртых слияний. Ну, заруби на персонажей, которые покупаются. Может быть, когда-нибудь я прокачаю всех персонажей до десятого уровня слияния. Но это ещё будет, ой, как нескоро. Потому что кристаллы не так-то быстро и легко зарабатываются. Это надо воины фракции играть. Люкана можно, конечно, время от времени приобрести в магазине. На него, во-первых, идёт скидка. Во-вторых, он появляется в магазине в качестве персонажа. Вы там за 400, что ли, душ чем-то. То ли за 300, то ли вообще за 200. Ну, короче, по дешёвке можете купить себе и прокачать его до десятого уровня слияния. Не знаю, там за пару тысяч душ. Изично. Главное просто следить за скидками в магазине. И он там частенько появляется, на самом деле. Ну, не то, чтобы прям частенько-частенько. Точно так же, как и Джейсон и Вурхизы. И всё остальное в таком духе. Как и Скорпион и Саб-Зиро классические. Насчёт Саб-Зиро я не помню. Но вот Скорпион классический. Хотя нет, и Скорпион и Саб-Зиро точно я вспомнил. Они оба появляются тоже в магазине. Но не в качестве персонажа, а в качестве паков на персонажа. То есть 200 душ за один пак. И там есть, по-моему, 10 или 8% вероятность, что вам выпадет Скорпион либо Саб-Зиро за 200 душ из пака. Так их тоже можно получить. Это как бы альтернативный способ их получения не за рубины, если. Но я им не пользуюсь, потому что, ну, зачем мне там 10% шанс тратить, я не знаю, минимум 2000 душ, чтобы получить одно слияние. Но это я имею в виду в среднем раскладе. Примерно так же получается. То есть в каждом десятом паке написано. Но не в каждом десятом, я имею в виду. В одном из десяти должно быть, типа, по теории вероятности, все дела. Добьёшь, не добьёшь, или мне придётся его ещё бить? Придётся ещё бить. Ну ладно, побьём, не страшно. Живучий Ермак, на самом деле. У нас, по-моему, последняя битва осталась. В этой башне. Нет, ещё не последняя. Кунзинь, Кэсси, Кейдж и Джакс Брикс. Вот тут Джакса должно быть дофига здоровья, на самом деле. Ну вот Кэсси никак не бафается, поэтому мы её легко завалим. Ну давай. Нифига себе, я ещё и успел меня ударить. Что этот смертный себе позволяет? Минус второй. Давайте первый спецприём использую, чтобы не хочу, чтобы меня Джакс ещё ударил. Чисто его лучше забьём. Первый спецприём за испытание, ура! Ну и последний бой у нас остался против Джеки Брикс, Рептилий и Кенши. Также какое-то ограничение, которое я опять не посмотрел. Ну чё узнаем, чё узнаем, чё за ограничение. Ну, загрузка, загрузка, загрузка. Быстрее, быстрее. Слишком долго. Случайная замена. Неприятная тема, на самом деле, потому что у меня слабейшие персонажи стоят среди золотых. Но эти слабейшие персонажи сильнее любого персонажа противника, поэтому не так уж страшно, на самом деле. Давайте первый спецприём используем. Да, мы не успели даже заменить персонажей, как мы победили. Ну, кстати, почти выжил он, из-за того, что я промазал там немножечко мимо максимального урона. Ну, не смотрел, просто наугад нажал. И всё равно вынес. Получаем себе пак. Я надеюсь, что там будет персонаж за 9 тысяч, минимум. Угу. Ну, вообще-то максимально может быть персонаж только за 9 тысяч. Ну, давай. Соня Блейд, 5400. Нормально, пойдёт. И последняя башня у нас осталась. В вашем отряде должен быть Повелитель Душ Ермак. И да, я, собственно, за кадром проверил, что у меня действительно есть этот Повелитель Душ Ермак, поэтому будем играть такой командой. Первым делом я возьму себе персонажа Мелину и возьмём какого-нибудь слабенького персонажа. Это у нас будет, скажем, тот же Джонни Кейдж. У него уже восстановилась энергия, можно за него и поиграть. Погнали, бой! Последняя башня должна быть самой жёсткой. Ну, сейчас увидим, так ли это или нет. Я даже не удивлюсь, если там серебряные персонажи из башни, я так и не посмотрел на противников. Да нет, вроде нету. Ну, хоть что-то хорошо. Самое хорошее, это то, что у меня всё-таки есть этот Ермак в команде. У меня, по-моему, вообще есть все Ермаки в коллекции. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно. Но я даже сам не заметил, как их собрал. Видимо, они не случайно нападали из всяких различных паков. Ну, знаете, когда я там открывал паки на Скорпиона, паки на Джейсонов, паки на этих всяких различных... Как они называются, блин? Ещё на кого-то я паки открывал, ещё на кого-то одного. Но я не помню, на кого. Что-то как-то из головы выпало. На кого же ещё пак открывал, кроме Джейсонов и... Этого. Вы поняли. Может, я на Саб-Зиро открывал паки? Да нет, вроде. На Саб-Зиро со Скорпом я не открывал пака. На персонажей из преисподней, то есть тех же Фредди Крюгера, пилы вот этой вот... Как его, блин, не пилы, а кожаного лица и прочее тоже вроде не открывал. На кого ты ещё же открывал? Вот что-то... Знаете, сидит в голове, ты открывал на кого-то паки, но я не помню на кого. Ладно, неважно. Есть что, потом вспомню, скажу. Ждём загрузки. Против нас дублёр Джонни Кейдж. Хорошо, что он стоит первым. Не выскакивает потом у нас. Минус. Ну и первый спецприём пошёл. Не хочу париться с Скорпионом. Поэтому добью его чисто спецприёмом. Всё. По-моему, два матча мы сыграли за эту команду. А, нет, тут же не два, тут по три матча. Точно, я забываю постоянно об этом. А, ну да, по три мы уже и по три сыграли. Также возьмём давайте в команду Линькуя и парочку других персов. Ну, допустим, это будет у нас этот, как его, забыл, как называется, Девора. Написано же, блин. Восстанавливаем энергию Ермаку и погнали дальше. Видишь, где-то пять душ придётся потратить, но ничего не поделаешь, окей. Получу я всё равно гораздо больше, чем потрачу. А ждать мне как-то неохота уже стала. Люблю испытания проходить, знаете, так залпом за раз, а не ждать там между боями. Это удобно, когда у тебя, допустим, нету времени, и у тебя есть только, не знаю, там пять минут взял, зашёл где-нибудь и прошёл там два-три боя. Снова там через час зашёл, снова прошёл пять минут, ещё там два-три боя, так постоянно, но... Мне больше вот так вот нравится. Он сейчас воскресится, скорее всего. А, нет, он уже воскресился, точно. Давайте первым спецприёмом попробуем её добить. Добьётся? Да, должно. Даже через щит. Настолько они всё-таки слабее, чем наши персонажи, что даже через ледяной щит добиваются на изичах. Идём дальше. Дальше у нас Боггрома Рейден, Шинок и Мелина вроде там ещё, да. И испытания. Кстати, неплохое, кстати, этот, как он называется, неплохая у него связка персонажей, команды. Редкие достаточно, редко их вижу в испытаниях. Будет интересно немножко. На сложном уровне сложности здесь-то нет, конечно. Здесь мы их очень быстро завалим. Вот Рейден вообще сливается. Блин, хочу испытания на Бога Грома Рейдена. Они должны были выпустить уже давно испытания на Бога Грома Рейдена, но почему-то... Нифига себе! Это был мой добивающий удар, как он успел его прервать. Вот тебе за это, чувак. Не смей прерывать мои удары. Ну и Мелину добиваем легко на Изичев. Слишком у неё мало здоровья. Она ещё и блока даже не поставила. У-у-у! Не повезло ей. Получаем 15 душ. И приступаем к следующему бою против Каталькана, Джонни Кейджа и нашего Эрена Блэка. Ждём загрузки. Угу. Так, ты сразу отлетаешь. Дальше Джонник идёт у нас. А, нет. Эрон. Странно. Мне показалось, что Джонни вылетел. Когда пажет, кажется, крестится. Минус. Откуда у неё это яд вообще стекает? Я не могу понять. Что выделяет у неё яд? Скажем так. Так, давайте создадим новую тему. Мне нужен ещё какой-то персонаж. Пусть это будет Девора. Также, блин, я Ермака заменил. Почему? Где ты? Нет, это дух. Мне нужен чуть-чуть посильнее Ермак. Он должен быть подальше. Дальше, дальше. Неужели он у меня настолько прокачанный? Первое слияние? Или я его уже пропустил? Нет, смотрите-ка, он у меня даже сильнее, чем классический Ермак. Хотя вот, хотя у них слияние почти разное. То есть у этого первое слияние, у этого второе слияние. И при этом он всего лишь на одну тысячу здоровья больше, чем наш классический Ермак. Хотя уровень одинаковый. Забавно такая, заметно. Так, я опять заменил не того персонажа. Заболтался, поэтому сейчас заменю снова Девору. Давай сюда. Также по атаке мне понадобится следующий. А следующий это у нас Ермак Фараон. Как раз таки на котором мы и проходим испытания. Восстановить энергию. Погнали. И вообще странно, почему когда я должен проходить испытания на Ермака Фараона, я должен играть против него за Ермака Повелителя Душ? Звучит странно, серьезно. Я понимаю, там если бы кто-то был противником Ермака, но Ермак против Ермака... Немножко бредово на самом деле. Икс. Спецназ Соня Блэйд. Вылетает у нас. Первый пошел. С Кракеном Рептилией я шутить не хочу. Сразу его добью. А вот Девору можно забить и кулачками. Или нельзя? Нет, можно, можно. Победа. 777 тысяч голды, кстати. Сначала 666, потом 777. Саб-Зиро Криомансер, Призрак Джакс Брикс и Кун Лао. Не помню, правда, какой. То ли фокус со шляпой, то ли... Этот... Шаолиня что-то там. Хотя нет, кулак Шаолиня, он вышел уже гораздо позже, чем это испытание. Это я точно знаю. Он там быть не может просто в отряде. Это фокус со шляпой, 100%. А интересно, персонаж Кун Лао фокуса шляпы, он является же обычным стандартным персонажем, так ведь? То есть он доступен в магазине для покупки. Его также можно выбить из набора за 150 душ, как я понимаю. Так, это было больно. Первый пошел. Первый, я думаю, будет достаточно. Можно было и второй использовать. Ну, без разницы. Второй дольше делается просто. Там надо проводить. Мне не люблю проводить. И последний бой против Темной Императрицы Гитаны. Охотника на неже Джонни Кейджа и Головореза Кану. Ждем очередной загрузки. С одного комбо. Нет, не с одного комбо, блин. Уже обрадоваться хотел. Типа, ура, с одного комбо вынес. Нет, нифига подобного. Больно. Неприятно, но ладно. И Джонни Кейджа. Первый пошел. Неохота с тобой возиться. А то сейчас ударит меня, потом еще и стащит. Не-не-не, мне это не нужно. У нас, кстати, получает этот Ермак Повелитель Душ. Получает плюс одной очко энергии за каждого персонажа из внешнего мира в отряде. Поэтому у него было две шкалы энергии во время этих боев. Давайте также возьмем себе Кракена. Ну, еще какого-нибудь слабенького персонажа. Нет, нет, нет. Не Каталькана. По атаке, пожалуйста. Возьмем, ну, я не знаю, кого тут можно взять. Сабзиро еще не восстановил энергии. Давайте Джеки Брикс возьмем. Пчелиная матка Девора заменится у нас. Восстанавливаем энергию Ермаку и погнали дальше. Совсем немножко уже нам осталось до босса. Сколько еще боев осталось примерно? Мы с вами шесть прошли или девять уже? Я чуть не следил за этим. Мы играли сначала за Мелину. Мы играли за Ермака. И все, по-моему, да? Или мы еще за кого-то играли? Я кого-то, видимо, упустил. А, за Девору мы играли. То есть, это уже четвертая команда. В итоге за нее пройти. И последняя уже будет против босса играть. Нормально, нормально. Такс, больно. Сейчас, надеюсь, выйдет Джейсон. Да, молодец. Хорошо. Хотя лучше бы, наверное, чтобы вышел Кенши. Нет, Джейсон лучше, чтобы вышел. Нет, блин, лучше, чтобы вышел Кенши все-таки была. Первый спецприем пошел. О, не поставил блок. Молодец. Это ты хорошо придумал. Сейчас он снова будет воскрешаться. Надеюсь, нам сменят персонажа обратно на другого. Да, вот на Джеки. Блок-брейкер, извини, чувак. Ну, только вряд ли она тебя убьет. Но я понадеюсь на это. Да, убью его, смотрите-ка. Повезло. Смените мне снова персонажа, пожалуйста. На... Да-да-да, вот на тебя. Ну и добиваем третьего противника. Повезло. Повезло со сменой, на самом деле. То есть, что сначала сменили именно на Ермака, и у него еще и прокнуло. Типа, блок не поставил противник. Ну и все в таком духе. 20 душ получаем. Против Бадзюцу Кудзиня, Темного Рейдена, и, по-моему, Китаны Ассасин, или что-то вроде того. Немножечко осталось до нового слияния до Ермака. Потом еще одно слияние. И еще карточка экипировки. Да, медальон душ, потому что очень редко падает для Ермака. И я буду рад его получить на халяву. Так, выходит Ассасин Китана со своим неприятным приемом. Давайте убьем ее сразу за то, что она меня ударила. Темного Рейдена все равно яд хилит. Не хочу на него яд использовать. Это ей не придется делать. Хотя там такой урон, что никакой яд ему не поможет отхилиться. У рептилий там. Это последний был бой за эту команду или еще нет? Нет, еще нет. Последний Великий Мастер Саб-Зиро пронизывающий Мелина и этот был как его, блин. Чувака, которого я постоянно забываю. Который я постоянно путаю с другими. Долгая загрузка. Как мы любим. Да, Кун Лао. Я все время путаю. То Мастера Сау Линя путаю с этими другими. Хотя по сути их достаточно легко различить. Великий Мастер Саб-Зиро блок. Давайте первый спецприем используем. Че юлить. Еще раз первый спецприем. Все, пройдено. Изи. Молодец, рептилия. Ну и осталось только добить босса его к свиту. Приближенных, так сказать. Поэтому я возьму себе новую команду. Это теперь будут у нас Триборг, Кенши и Ермак. Триборгу можно даже еще Молот Гнева дать. Или не давать. Давайте дадим ему еще экипировку. Чтобы он был вообще жесткий-жесткий. Молот Гнева. Давайте маску дадим. Хотя она здесь не очень-то и нужна. Ну и перчаточки. Чисто так по-быстренькому просто экипировал его. Пусть будет. Хочу посмотреть на этот урон. 62 тысячи урона. Вот это я понимаю урон. Не то, что там вот эти вот всякие ваши рептилии, блин. Почти в два раза больше, чем у рептилий урона. Восстановление здоровья чуть не особо им помогает на самом деле. Три удара и все и труп. Как будто я прохожу знаете первую или вторую башню. На минимальном уровне сложности с самыми сильными персонажами. Ну первая команда слилась просто на изичах. Посмотрим что из себя вторая представляет. У второй команды 10 тысяч здоровья вот у Ирмака 12 аж даже. Ну это чисто на один-два удара. Ну на три ладно. Последняя команда как-никак перед боссом. И дальше уже с виновником торжества будем сражаться. Сегодняшнего. Кенши отвалился. Ермак дух. минус. Ну и Джейсона добиваем. Блин успел ударить смотрите-ка. Я думал не успеет. И попытаемся первым с приемом его сейчас добить. Пожалуйста не ставь блок. Спасибо. Я тебе благодарен. 50 тысяч урона добиваем. Ну все осталось самое главное босс. Посмотрим что он из себя представляет и также его пассивку. В вашем отряде должен быть повелитель душ Ермак. Босс Ермак неуязвим к неблокируемым атакам и исцеляется при атаке. После поражения врага снимаются отрицательные эффекты. В смысле? А, с него снимаются отрицательные эффекты когда он побеждает одного из наших персонажей. Ну что значит иммунитет к неблокируемым? Типа к просто к захватам неблокируемым иммунитет или че вообще? У меня нету таких. Ну давай удиви меня. Я тебя просто первым спецприемом добью и все. Оглушение на 101 тысячу и обычный удар все вин. Это было легко. Почему так легко было? Надеюсь на сложном режиме сложности будет посложнее. А пока где мое слияние? Где мои души и мое слияние? Я хочу 50 душ пойдет. И самое главное это персонажик. Да Фараон Ермак уже прогрейживается у нас до... О подождите он у меня 8 или до 8 прогрейживается? Сейчас увидим. Я надеюсь что он уже 9 нет он все еще 8 блин я думал его прогрейжить до 10 на слияние немножечко не хватило мне слияний. Ну покупать я его точно не буду в магазине ну нафиг я его потом когда-нибудь выбью из пака скорее всего. Ну вот он еще выпадет я вам говорю. И у нас мы прошли с вами испытание на среднем уровне сложности открылось сложное испытание его мы пройдем уже в следующий раз. А на этом я буду заканчивать. Большое спасибо что посмотрели с вами был Ник удачи до скорых еще увидимся пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok